КИБОРГА Я хочу сегодня вам рассказать о киборгах. Может быть, вы не представляли, что киборгами можно назвать насекомых, жуков и тараканов. Многие из вас передернутся, потому что испытывают отвращение к этим насекомым. Но не спешите выключить экран, потому что я расскажу о том, как эти насекомые могут принести неоценимую пользу современному человечеству. Помощь они могут нам оказывать по трем очень жизненно важным направлениям. Борьба с терроризмом, потому что это угрожает жизни человечества. Спасение людей после завалов, после цунами, после различных катастроф и отслеживания экологической обстановки. Как же с помощью таракана, комара или мухи можно бороться с терроризмом? Допустим, не дай бог, захватили террористы кинотеатр, где обычные люди пришли посмотреть фильм. Обвязали некоторых людей бомбами и сказали, что всех подзарвут. Никто этого не ожидал, потому что терроризм всегда происходит в неожиданных местах. Эти люди готовы на все, они прекрасно оснащены техникой, а главное оружием. Зайти к ним и сказать, можно мы с вами поговорим, не удается. Поговорить по телефону тоже не всегда удается. Камеры они обычно отключают. Кто же нам может помочь? Нам может помочь объект, на которого не обратят внимания. Тот же таракан. Если таракан, который может пролезть в любую щель, пролезет в щелочку и будет гулять по кинотеатру, никто на него не обратит внимания. Если пролетит комар или муха, тоже никто ничего не заподозрит. Но если это наше насекомое, которое оснащено специальной аппаратурой, оно может принести неоценимую пользу. Какую? На таракане, допустим, крепится устройство, которое в виде фотоаппарата или камеры. И когда таракан прополз, он сфотографировал обстановку. И мы видим, где находятся террористы. И где можно произвести маневр, допустим, пролезть через вентиляционное отверстие в тот угол, где сидит террорист, и его обезвредить. Либо мы запускаем комара, у которого крепится капсула, допустим, соснотворным, или ядом в минимальных дозах, чтобы не убить человека, а парализовать, каким-либо способом безвредить. Этого комара мы можем усадить на лицо, на шею, на любой открытый участок и дать ему сигнал выпустить лекарство на объект. Или муха, которая также может пролететь с помощью камеры, либо микрофона, потому что микрофон нам тоже позволит по звукам, по голосам определить, где находится мирное население, а где находятся боевики. Вот я вам сказала, что аппаратура бывает абсолютно разная. Она бывает видео, она бывает звуковая. И даже уже бывают насекомые, которые с помощью лекарств могут обезвредить террористов. Как же заставить насекомое слушаться человека? Как заставить его идти туда, куда хотим мы, и сделать то, что мы от него хотим? На самом деле, вот здесь вот и выражается знание, здесь воплощены знания на стыке наук, о чем я и говорила. Знания организма насекомого, биология и знания физики, химии, чтобы создать оборудование, микросхему. Эти знания нам позволили сделать киборга. В природе насекомое для того, чтобы передвигаться, оно передвигается с помощью лапок и крыльев. В зависимости от того, летающие это насекомое, либо ползающие. Тем не менее, у каждого насекомого вы видели усики. Зачем они ему нужны? Это сенсоры, с помощью которых он определяет, есть ли опасность впереди него или нет опасности. Есть ли впереди него пища, либо какой-либо другой объект. Таким образом, нам нужно воздействовать либо на усики, либо на лапки насекомого, чтобы он нас слушался. Это мы используем при управлении киборгами. Та микросхема, то устройство, которое специальным образом крепится на тело насекомого, безопасным способом для него, подает импульсы либо к усикам, либо к лапкам и позволяет нам двигать насекомое в том направлении, в котором мы хотим. Почему, вы спросите, мы решили использовать живых насекомых? Почему нам не сделать механическое насекомое? Я отвечу вам на этот вопрос. Потому что, как только мы переходим просто к техническим объектам, у нас возникает необходимость батарейки, энергия. Должна быть энергия, которая позволит двигаться механизму. Батарейка может занимать большой объем и иметь большую массу. У нее есть свой срок жизни. Если батарейка вдруг через 15 минут перестала работать, а киборг не выполнил свою задачу, мы не выполнили операцию. А здесь мы имеем универсальный природный механизм выработки энергии. Таракан или жук, или стрекоза, или муха, они передвигаются сами. Энергию вырабатывают сами, просто на себе, как черепашки, несут наше оборудование и выполняют те задачи, которые мы хотим. При этом насекомое после того, как оно операцию выполнило, мы это оборудование можем снять, и оно продолжит свою жизнь. Даже если вдруг насекомое во время операции погибло, это тоже на самом деле не критично. Потому что популяция насекомых на нашей планете очень велика. Они живут, не являются долгожителями и размножаются с потрясающей скоростью. Поэтому урон популяции насекомых мы не нанесем.